Добрый день! В первую очередь я бы хотел сообщить и, наверное, успокоить наше население. Сейчас реальная ситуация на реке Уэра, практически она нормализовалась. Буквально после вчерашнего выступления господина Мандрыкина я с утра отправил группу туда. Буквально где-то час назад я созвонился с ними. Ситуация нормальная, павшей рыбы нет. Соответственно, вода до сих пор еще светло-желтого цвета. Что касается проведенных мероприятий, уполномоченные органы, заинтересованы организациями, я бы хотел сказать, что 4 числа поступило сообщение к нам от пользователя. Данный водъем является закрепленным и пользователем на сегодняшний день является общество охотников рыболов. Поступила эта информация по факту гибели рыб. В тот же день была организована комиссия в составе экологии, ветеринарной инспекции, местных исполнительных органов, правоохранительных органов и нас, и, соответственно, юрской службы. По результатам данной работы комиссии были отобраны соответствующие материалы для проведения назначения экспертизы. Это по воде, соответственно, экология отбирала, по рыбе – это ветеринарная инспекция. На сегодняшний момент, по результатам данных исследований, можно сказать, что согласно обследованию, которое проводила ветеринарная инспекция, согласно его заключению, что они дают, что отсутствуют инфекционные и паразитарные инфекции, но имеются превышения аммоний, нитратов, но они не являются основанием и причиной для гибли рыб. Что касается проведенных химических анализов, проведенной экологической лаборатории, норма – все те вещества, которые находятся именно в водоемах, именно в реке Оре, соответствуют предельно допустимой концентрации и рыбохозяйственного значения. Имеется превышение аммония, это 2,4 предельно допустимой концентрации. Но, тем не менее, это не стало причиной массы замора. Нет, продолжая свою мысль и продолжая, наверное, говорить о заключениях, данное заключение, согласно данному заключению, говорится о том, что является это природным явлением. Во-первых, в те дни, именно до этого, это где-то примерно конец июля, начало августа месяца, были обильные дожди, которые превысили норму по осадкам, и все это свело, все смывы с полей, с балок, и привело, все это влилось в русло реки Оре. Но в то же время хочу отметить, что, я как ранее говорил, данный водоем является закрепленным, и пользователем является общество охотников и рыболовов. Что это означает? Согласно законодательству, именно об охране воспроизводства и использовании животного мира, в первую очередь, все необходимые мероприятия, вплоть до оказания помощи животным, проводит пользователь. Каким образом? Он же не может перекрыть воду и повернуть реку? Нет, соответственно, конечно, перекрывать воду здесь никак нельзя, потому что здесь есть течение при установлении каких-то там гидросхимических сооружений, это дамп, вода будет разливаться в поле, будет уходить в степь. Соответственно, необходимо, мною лично было дано поручение пользователю принять все необходимые меры по отбору материалов для направления, для назначения соответствующих экспертиз, соответствующие органы, которые проводят данную экспертизу, и по усилению мер по охране и предотвращению фактов с целью реализации местными жителями данной рыбы. Ну, масштаб сейчас произошедшего какой? Если говорить о той же рыбе, речь идет о том, что она тоннами всплыла на поверхность, по вашему мнению? Касательно вот лично мною, и я же до этого говорил, ранее был произведен выезд на место с целью установления масштаба и выявления причин гибели рыб. И вот 4 числа, когда мы выехали совместно с местным и салонитным органом, с управлением природных ресурсов, говорить о больших масштабах, в принципе, не приходится, мы не можем это сказать. Да, факт есть, гибель есть, были отобраны рыбы, 12 рыб было отобрано для назначения экспертизы, и 2 рака было. До этого высказывалась вообще мысль, и была озвучена информация, что место массового замора рыбы было одно, однако проверяющие из официальных органов уехали совсем в другом направлении. Соответствует ли это действительности? Нет, это не соответствует. По итогам всей этой работы, 12 числа текущего месяца, под представительством замок и молдоси Жмагазиева, в Магазарском районе, с участием, опять же, всех заинтересованных государственных органов, было проведено совещание. С последующим был организован выезд от начала реки Орь, это Магазарский район, до Хромтаусского района. Плоть было объезд, произвели объезд по руслам, был проведен осмотр. На тот момент, как и сейчас, подтверждают люди, которых я отправлял утром, что дохлой павшей рыбы нет, и вода, соответственно, имеет цвет золотого цвета. И еще хотелось бы уточнить, какие мероприятия теперь будут проводиться на данном водоеме, и о восполнении ресурсов идет речь в ближайшие 5 лет или нет? На сегодняшний момент установлен запрет на вылов рыбы. Говорить о заряблении, я думаю, еще рано, потому что пока идет снижение концентрации воды, и когда это будет примерно... Вот сейчас люди говорят, охотник, кто-то говорит 50 лет, кто-то говорит 20 лет. Мы об этом говорить не можем, утверждать не можем. Есть вероятность при хороших погодных условиях, она может и на следующий восстановиться. Если вода, конечно, восстановится, соответственно, и будет производиться зарыбление, и открыто будет разрешение на производство лового рыб. Спасибо. Время программы подошло к концу. Прочаемся с тебе зрителями. С вами были Акмарал Майкуз, вы также заместитель и руководитель инспекции Леснова хозяйства животного мира Ануар Бек Бермагамбетов. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.